Очень многие из нас, огородников и овощеводов, выращивают, конечно же, и помидоры, и огурцы, и морковку, свеклу. Но выбрать из этого многообразия томаты, помидоры, мне кажется, просто невозможно. Тут просто разбегаются глаза. И я очень хочу вам помочь. Вот когда вы приходите в магазин, да, ага, желтые, ой, хочу, хочу желтые, прямо не могу, как, вот они красавцы желтые, хочу красные, вот они красные, ара, розовые хотите, розовенькие, пожалуйста, исполин малиновый, хочу такие. И вы нахватаете столько, как та собака-блох. Но нужно уметь остановиться. Вы должны сначала дома крепко подумать, а что же я хочу вырастить на своем участке помидорном. Значит, у меня есть теплицы, у меня есть парники, у меня есть открытое место, где будут расти и просто помидоры на земле, как мы называем это. Так, выбирая томаты для того, чтобы посадить их на земле, конечно, они должны быть низкорослыми. Конечно, они не должны доставлять нам много хлопот и забот. Но при этом они должны быть какими? Конечно, вкусными, сладкими. Они должны быть крупными, это же салатные помидоры. А если не крупными, а если для засолки? Вот хочу помочь разобраться, потому что, ну, правда, очень трудно. Легче пойти в магазин, в банках купить и поставить себе в холодильник. Если вы хотите томаты, которые предназначены для того, чтобы их поедать, делать из них салаты, эти сорта так и будут называться салатные. Не выбирайте томаты выше метра ростом для улицы. Это ничего хорошего, потому что при катаклизмах природных и климатических очень тяжело, например, бычьему сердцу вырасти в двухметровую высоту, привязанному на кале, когда его болтает ветер, идет град и сносит его там дождем, ливнем. Конечно, плохо. Маленькие томаты, они выдержат все это дело и не пострадают так, как пострадает это высокое растение. И потом его надо очень рано сеять. Если вы предпочитаете вообще выращивание на улице, значит, ну, флаг вам в руки. Посмотрите, целые серии невысоких томатов, просто целые серии. Хлебосольные знаете, цифамандра знаете, чайная роза знаете, чипай знаете, чудо земли, пузата хата знаете. Конечно, здесь просто, вот даже из этого очень трудно выбрать. Трюфель красный, вот чем отличаются эти томаты? Да, они уличные, да, они поздние, они не ранние, но если вы их посеете хотя бы в конце февраля, получите куст высотой, ну, максимум, ну, метр, ну, метр двадцать. Но такое огромное, сладкие помидоры, похожие немного на лампочку. Они и в засолке хороши, они и в еде хороши, и хранятся достаточно долго, и плодоносят очень обильно. Ну, подвязывать, конечно, надо, потому что метровый куст уже однозначно опора должна стоять. Если вы хотите засолочные другой формы, вот только что были перед глазами, посмотрите, итальянские спагетти. Боже мой, какая красота! Да лучше ничего для засолки в банку и не придумаешь. Если вы предпочитаете все-таки томаты без шкурки, тогда нужно выбрать их помельче размером. И здесь такие тоже найдутся. Вот бычий глаз, например, посмотрите. Нет, это не бычье сердце, это как раз именно глаз. Не такой уж он большой, но это плотные сладкие томаты. Наверное, вы такие еще не сеяли. И обработав их кипятком сверху, вы можете легко снять с них шкурку, и замариновать их без шкурки, например, в том же перекрученном томате любого цвета. Добавьте соль и сахар, все это простерилизуйте, и получится у вас томаты в собственном соку. Значит, но есть еще другие томаты. Томаты, которые предназначены для теплицы. Вот о них-то можно говорить тоже часами. И они особенные. Вот здесь целая серия таких томатов. И из них выбрать тоже тяжело. Но вы каждый год, например, в этом году основная масса будет у нас, например, гилгал посеем. Очень скороспелый тепличный томат. А чем они отличаются, собственно говоря? Да тем, что у них нет ограничения в росте, как у тех, которые растут на земле. Там какой бы он ни был, написано, какой он высоты. Замечательно. У этих нет ограничения в росте. Но и первые цветочные кисти у них появятся только после 9-го. Это хорошо. Либо 11-го, либо 13-го листа. То есть вот этот период роста до 13-го листа, он очень длительный. И сеять их надо либо в начале февраля, либо в середине февраля. Только тогда вы увидите это красивейшее растение в своей теплице, покрытое все помидорами. Причем сладкими и плотными. Они могут быть и крупными, могут быть и средними, могут быть и мелкими, могут быть и длинными. Там разнообразие тоже не хуже, чем те, которые для открытого грунта предназначены. Но они по качеству другие. И защищенные в теплице, им не страшен ни ветер, ни град, ни зной. Там они почти при постоянной температуре. Но когда вы выбираете томаты, вы, конечно, должны помнить, что сзади на пачке написано все по-русски. Вот популярный солнечный сорт для открытого грунта пленочных теплиц. Высота растения 90-170 сантиметров. Это как? Это что, одно и то же? 90-170? На улице 90, а в теплице 170? Пленочные теплицы не бывают огромными. Пленочные теплицы – это вот метра 70 и не выше. Поэтому я не очень, метр 70 трюфель красный, не может быть такого трюфеля, не встречала в своей жизни, достаточно часто сеяла. Читаем дальше. Исполин малиновый, среднеспелый, крупноплодный для теплицы и открытого грунта. Высота от метра до метр 80. Ну, такая разница не бывает. Если бычье сердце растет на улице, оно все равно будет с меня ростом. В теплице оно будет 2 метра ростом. Оно с ограниченным ростом. Вот указано у него максимум 2 метра. Хороший производитель напишет правильно, не обманывая нас. И это очень важно. Так остановится бычье сердце в больше 2 метров не вырастет. На улице оно будет чуть пониже. Но не метр – это точно. Поэтому доверяю и советую вам доверять тем, и расфасовщикам семян, и оригинаторам, селекционерам, в которых написано все по-честному. Значит, вот из этой серии мне очень нравится, например, такой томат, как Пабло. Достаточно крупный, 200-220 грамм. Очень скороспелый, не имеет ограничения в росте. То есть предназначен для теплиц. На улице его садить бессмысленно. Но только по той причине, что такое высокое растение, не имеющее ограничения в росте, его уже не подвязать. Это какие же палки потребуются. Значит, есть здесь, например, такой томат, мой любимчик, не агара. Имеет вот такую форму томатов. Очень обильный. Достаточно обильный. Вот сзади на картиночке есть и в зеленом виде этот помидор. Очень хорош, предназначен для теплиц, то есть не имеет ограничения в возрасте, в росте, простите. И в возрасте, похоже, тоже. Есть такие вот очень вкусные черри, мускат. Это гибрид, мускат F1. Огромное количество помидорок на нем. Огромное. Посмотрите, что там сзади на пачке. Видите, какая фотография чудесная? Да, они небольшие, но не такие уж и маленькие. 25 грамм. И салат, и для засолки. А кисти-то какие? Отпад с истерикой называется. Здесь есть, конечно, и те, которые не очень высокие. Вот такие, например. Том красный, том желтый. Можете разнообразить и цветовые гаммы. Кстати сказать, вот у этого томата трюфель японский, у него могут быть плоды не только красные, желтые, розовые, черные. Представляете, они очень сладкие. Вообще рекомендую, но это все-таки для улицы. Можно, конечно, в крайних северных районах теплицу использовать. И для таких маленьких помидор никто же не говорит, что нельзя, потому что там вообще погода, там месяц и лето, куда деваться. Только теплица спасет ваш урожай. Но все-таки в нашем регионе, под Красноярском, я предпочитаю в теплице тепличные томаты. Они, во-первых, выдержат температуру более высокую, они не сбрасывают так цветы, завязывая плодики. И они, ну, как-то дают урожай все-таки больший. И все-таки более вкусных и сладких томатов. Ну, вот на этом я закончу, потому что я вам всю голову заморочила. Всего доброго и до свидания. Выбирайте томаты по своему вкусу. Но если возникнут вопросы, ну, звоните мне, мы разберемся как-нибудь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!